Ну вот, Энтерскол наконец-то проснулся. Будет возможность Энтерсколу удивить своих покупателей. Да, 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 да. Был большой кредит валютный. Запчастей нет и не предвидится. Мы не планировали такое. Почему мы применяем слово «вентильное»? Удовлетворение заявки по запчастям составляет где-то порядка. У нас дефицита практически нет. Успеем ли мы к этому сезону? Ну, постараемся, по крайней мере. А если к этому не успеем, то к следующему точно все будет. Но почему так дорого? Это же Энтерскол. А интересно, есть ли у вас что-то эксклюзивное? Наверное, есть смысл сказать о планирующихся новинках, которые будут в сезоне. Может быть, что действительно какие-то эксклюзивные модели, которые... Хотя бы их раньше у вас не было, но они будут. Да. Смотрите, значит, у нас сейчас идет активное развитие аккумуляторной линейки. Ну, многие могут сказать, ну вот Энтерскол наконец-то проснулся. Когда все в основном сделали аккумуляторку, уже там представили вот такие вот линейки по 30 наименований по одному напряжению, Энтерскол наконец-то занялся аккумуляторкой. Дело в том, что мы производим массовый инструмент. И, в общем, наше позиционирование таково, что если инструмент нельзя сделать массовым, конкретный совершенно, то мы его не производим. Но сейчас у нас две, собственно, интересные новости. Ну, кроме платформы МСТ, это платформа АПИ. Это аккумуляторная платформа Энтерскол. Вот здесь вот представлены два шуруповерта. Они уже на платформе АПИ. Вот этот аккумулятор, вот этот разъем, это АПИ. И, соответственно, начинка. АПИ – это аккумуляторная платформа Энтерскол. Что это в себя подразумевает? То, что будет ряд инструментов, которые будут базироваться на одном типе аккумулятора. И можно будет купить отдельно сам инструмент без аккумулятора-зарядника. И отдельно можно будет купить аккумуляторы или купить комплект с аккумуляторами и пользоваться одним аккумулятором на нескольких инструментах. Значит, кроме этого, у нас по аккумулятору как раз вентильная программа подошла. Вентильная программа первой машинки будут примерно в конце января, 24 января поступлений на склад по плану. Значит, это перфоратор по 24-18В. Это углошлифовальная машинка УШМ-125-18В. Это дисковая пила ДПА-165-18В. Это два шуруповерта ДА-13-18В и ДА-13-18ВК. Значит, пять машин всего. Это будет вентильный инструмент и он будет продаваться в трех, наверное, в трех комплектациях. То есть это отдельно сам инструмент, то, что люди называют тушкой. И два варианта комплектации по аккумуляторам. Четырехамперные аккумуляторы и двухамперные. Ну, двухамперных, наверное, будет два, четырехамперные будет один. Плюс к тому, мы аккумуляторы вытаскиваем в линейку товара. То есть, если раньше они у нас шли как аксессуары, комплектующие, запчасти, то теперь это у нас будет такая же товарная позиция для аккумулятора, для API, для линейки, как, собственно, сам шуруповерт. Для того, чтобы они были именно в магазинах, где представлена эта линейка, точно так же там будут и аккумуляторы стоять, чтобы люди видели, что тут никакого обмана нет. И можно купить тушку отдельно, можно завтра купить аккумулятор отдельно, можно купить зарядку отдельно. Вот вентильные машины. Вентильные машины, мы занялись ими только сейчас, потому что, собственно говоря, до этого они получались дорогими. Бесщеточные, грубо говоря. Да, 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 да. Совершенно верно. Бесщеточные. Почему мы применяем слово вентильные? Потому что бесщеточные двигатели, это же еще и синхронные. Вот. А вентильные – это тип управления, это двигатели, которые с 30-х годов прошлого века известны как шаговые двигатели, они раньше были с релейным управлением. Основная концепция, которую мы используем для того, чтобы объяснять, зачем мы это делаем, это энергоэффективность. В чем энергоэффективность? Дело в том, что, во-первых, если коснуться устройства двигателей, коллекторный двигатель, у него программу задает, собственно, коллекторно-щеточный узел. И этот узел, он механически считывает положение ротора относительно статора и, собственно, механически же коммутирует обмотки. Ну, если вот, да, а в вентильной машине там стоит оптический или магнитный датчик, там стоит процессор, который управляет, получая сигналы от датчика положения и сигналы от режима, который выбран для работы, он управляет, выбирает одну из нескольких программ управления двигателем. То есть эффективность гораздо выше. Если сравнить с миром, скажем так, воспроизведения музыки, то вот коллекторный двигатель это шарманка такая с механическим приводом. Вот шарманщик, он крутит ручку, барабан вращается, и шпенечки, они молоточки отгибают, и они тукают, дают звук. А, собственно, инструмент с вентильным приводом это современный музыкальный центр с MP3 проигрывателем. То есть понятно, что возможностей гораздо больше, но здесь возникает вопрос, что была дорогая электроника. Она и до сих пор не стала настолько дешевой, чтобы полностью заменить, но мы нашли путь для того, чтобы сделать эти машины по-настоящему массовые. Я так скажу, что будет возможность Энтерсколу удивить своих покупателей, потому что среди вентильных моделей, ну и, во-первых, ценой на них, а во-вторых, это именно среди них будет, видимо, промо, такая моделька, которая будет очень хорошо представлять, что сейчас можно получить от вентильки. На что будет сделан больше упор? На аккумуляторную или больше на сетевую линейку? Мы не собираемся откладывать развитие, то есть те позиции, которые мы занимаем по сетевой линейке, мы их продолжаем с ними работать и развивать. А аккумуляторную мы развиваем особенно сильно. То есть основной тезис наверное развитие это аккумуляторная линейка сейчас. И планируется, ну конечно же, как понятное дело, что у нас сейчас у всех появляется аккумуляторная садовка. Ну не знаю, как успеем ли мы к этому сезону, но постараемся по крайней мере. А если к этому не успеем, то к следующему точно все будет. Ну то есть обновление цепных пил, самое основное, то что раньше востребовано было как элитерически. Да. Цепные пилы, да, это называют, кстати, одно из первых наименований в садовке. Тут наш дилер с Дальнего Востока, я с ним встречался на выставке на Митексе, и он сказал, что вот цепная пила это первая. Ни триммер, ни косилка, ничего, цепная пила обязательно должна быть аккумуляторная. Ну я в общем-то полностью согласен, да, конечно. Тут вопрос опять про пылесос, правда? Ну надо его закрыть, потому что опять вопрос про пылесосы, много, потому что пылесосы действительно были хорошие и относительно недорогие. Когда появятся в продаже пылесосы и появятся ли они вообще? Да, у нас есть в планах пылесосы, несколько моделей в этом году. Я думаю, что к сезону мы уже подойдем с определившись по пылесосам и пылесосы будут. Ну могу сказать, что скорее всего они будут не StarMix о прототипах и скорее всего они будут более доступны по ценовому диапазону, чем был StarMix. Хотя, в общем, конечно, это было все шикарно, все отлично и народ говорил, что да, StarMix это вот, ну, ваши пылесосы самые дешевые из того, что предлагает StarMix вообще. Но почему так дорого это же Интерскол? 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 Да. Вот тут вот такая дилемма. Просто когда они появились, это было прямо и по цене и по качеству было вообще все прекрасно. Ну да, в тот момент, когда, собственно, начался кризис, ПУ-32200 можно было купить по 9600. В общем, ближайший, скажем так, аналог там стоил в два раза дороже как минимум. Опять же, вопросов много по поводу запчастей и все примерно одни и те же. Нет запчастей, когда будут запчасти, давайте объясним, что случилось, почему их нет и когда они появятся. Ну, случилось все очень просто. В тот момент, когда произошли известные геополитические события и у нас был большой кредит валютный, значит, ну, мы не смогли его обслужить. Поводом к этому было то, что у нас таможня не пропустила станки примерно на 100 миллионов евро и падение рынка в России и рост курса, но тем не менее, короче говоря, мы столкнулись с той ситуацией, что у нас просто-напросто не стало хватать оборотных средств на закупку инструмента и, естественно, на поставку запчастей. И такая ситуация была буквально до начала этого года. В начале этого года мы решили этот вопрос, нашли, скажем так, источники финансирования, и первое, что мы, конечно же, сделали, это устранили дефицит по инструменту. Ну, как я уже сказал, тут немаловажную роль сыграла платформа МСТ, значит, которая позволила резко сократить оборотные средства, но где-то вот с сентября месяца у нас дефицита практически нет. Ну, вот в том смысле, не то, что он нулю равен, но в том смысле, как работают лучшие предприятия из поставщиков, которые поставляют там с дефицитом 5-10%, вот в этом смысле, да, 5-10% это максимум, что мы можем себе позволить. Значит, запчастями мы занялись после того, как мы нормализовали ситуацию, значит, сейчас на настоящий момент дефицит, уровень удовлетворения заявки по запчастям составляет где-то порядка 32-35%, это мало, конечно, очень катастрофически, но основная группа запчастей уже заказана, уже находится в производстве или движется в Россию, и в основном ситуация будет меняться где-то в феврале месяца. Но уже сейчас люди, которые задают вопросы, они получают ответ, что не то, что как было, допустим, год назад запчастей нет и не предвидится, а что запчасти едут и будут такого-то числа. То есть, уже есть вполне какая-то определенность. Мы уже начали восстанавливать отношения с сервисными центрами, мы авторизуем их под КЛС, по Интерсколу, и, соответственно, мы сейчас готовимся к тому, чтобы у нас с февраля, где-то с марта ситуация переломится и запчасти появятся в достаточном количестве. То есть, сейчас проблема еще в том, что не все, не то количество сервисов авторизовано, да? Ну, нет, практически они уже все перезаключены, то есть, на настоящий момент где-то примерно под 300 сервисов авторизовано заново. С ними там частично нужно закончить взаиморасчеты. Сложность заключается в том, что там расчеты, ну, задолженность перед Интерсколом, нужно ее гасить сейчас. Но вопрос не в этом, а вопрос, в общем, в основном в запчастях, что поток основной идет сейчас запчастей. И он придет, ну, вот где-то там через два, два с половиной месяца. К весне, в общем. Да, да. Наконец-то дождались. Кто с гарантией сейчас вообще? Какая гарантия на инструмент? Гарантия два года, как, собственно, мы в девятом, по-моему, году, к девятому мае, в десятом году мы поменяли с одного года на два года. Значит, сейчас под платформой МСТ планируется увеличение гарантий на один год. То есть инструмент, который покупатель зарегистрирует в платформе, он будет иметь гарантию три года. Также по QR-коду, да? По метке МСТ, да. Сейчас сохранилась ли тема обмена инструмента? Да, такая акция сохранилась. Ну, она, собственно говоря, массово не производится, но может быть... Как сейчас это реализовано? Потому что раньше ты мог прийти практически вообще в любой магазин, во крайней мере, у нас такое было, то есть... Да. Бесправленно. Можно в любой магазин, где проходит эта акция, можно будет туда прийти и обменять инструмент на условиях акций. А где-то есть информация, в какие магазины сейчас поддерживают? Ну, я знаю, что вот сейчас одна региональная сеть на Урале хочет такой формат провести, причем широко по многим моделям. В принципе, мы не против. Ну, непосредственно вот что такая акция идет, я сказать не могу, но адреса назвать. Но мы против этого ничего не имеем. Да, мы будем развивать этот формат. Он хороший очень, потому что человек не просто так получает скидку, а он избавляется от ненужного, от чего-то, чего ему было жалко выкинуть. Ну вот. В свое время это был прям бум. Да. Очень такой. Да. То есть, грубо говоря, сейчас, по большому счету, это в замороженном состоянии. Да. Но мы готовы продолжить работу. Молодцы, отлично. Работаем дальше. На каких УШМ бронированный якорь и статор на сегодняшний момент? Ну, из малых УШМ это УШМ 125400 ЭЛ. И, соответственно, все ее производные начинают с штробореза, заканчивая стеношлифовальной машинкой. Значит, на больших УШМках это УШМ 232000 М Ну, если говорите якорь и статор. Да, вот так вот. Будет ли Интерскол устанавливать сотрудничество с качественными производителями, такими как Стармикс и Краун? С кем планируете сотрудничество в дальнейшем? Ну, мы со Стармиксом сотрудничали достаточно длительное время, прекратили сотрудничество, потому что они поменяли линейку, у них износились пресс-формы для пылесосов серии HS, которые были основной, скажем так, основным источником производства наших пылесосов ПУ. Значит, соответственно, мы продолжаем общаться, но пока что непосредственно такого сотрудничества мы не видим, потому что у них пылесосы очень дорогие. То, что они могут предложить. Значит, будем работать с другими производителями, именно по пылесосам. Но с Стармиксом мы контакт не теряем, мы постоянно с ними общаемся по различным вопросам. А что касается Крауна, мы не прекращали сотрудничество с Крауном, собственно говоря, они как производили для нас ряд машин, так они и производят ряд машин для нас. то есть здесь никаких тайн нет. А что какие машины делают? Краун делает ряд рубанков, делает УШМ-ку 125-900, делает, скажем, УШМ-ки другие, дрели кое-какие ударные, то есть там ну примерно это порядка 15% от всей линейки. Многие производители предлагают набор из нескольких инструментов комбо-кит. Стоит ли ждать такого от Интерскола, типа начальный набор домашнего мастера? Ну пока что мы не планировали такое. Может быть мы постоянно просто общаемся с покупателями нашей продукции, с целевой аудиторией, общаемся с продавцами, с розничными, ну потому что они непосредственно приводники нашего инструмента конечному покупателю. И пока что по комбо-киту ну я вот могу сказать, что наверное от вас в таком виде это от первого вопрос прозвучал. Ну будем работать, если действительно необходимо, мы в состоянии предложить начальный набор там или что-то еще. Но просто я не вижу особой нужды в таком как бы чтобы загонять этого покупателя в рамки в эти. Просто некоторые производители делают какие-то акции в плане того, что покупаешь там тушку по скидочной цене или там тушку с одним аккумулятором. Какие-то такие акции. А, такого типа акции возможно вполне, да. Почему бы и нет. вопрос такой в связи с темой покупки интерскола китайской компании Vimax или Vimax хотелось бы узнать про ребрендинг. Ну, как я уже сказал, пока что разговоры, скажем так, о покупке, они так и остались разговорами о покупке. Vimax это известная компания, мы с ними сотрудничаем достаточно длительное время, но я ни разу не слышал от них, скажем так, что они хотят приобрести интерскол. Тут, понимаете, вот разные, скажем так, деловые агентства типа РБК, они говорят, а вот такой-то китаец мог бы, мог бы, ну, то есть, у него в активе есть средства, чтобы заплатить ту цену, которая сейчас выставляется за комплект, вот за этот. Но мог бы и хочет купить это две большие и тем более купил, это вообще разные вещи совершенно. Как говорится, может слон съесть тонну бананов? Ну, да, конечно, он может съесть, но кто же ему их даст? Ну, вот так и здесь. А почему до сих пор не поменяли движок на циркулярных пилах? Уже многие пользуются уголком Свенсона, двигатель задевает уголок на выходе. Это такой технический вопрос, я попрошу автора, если он просчит, ну, посмотрит этот ответ, техническую информацию просто прислать, либо через вас, либо напрямую, и тогда мы обязательно рассмотрим все это дело. Фрезер присадочный Интерскол FMP12000M, это модернизация модели FM-S12710? Да, это модернизация модели. То есть, то есть, грубо, 710-ый уходит? Ну, на самом деле сейчас уходит и этот присадочный фрезер, потому что он, к сожалению, производился на Алабуде, на мощностях Алабуде чисто. То есть, сейчас будет что-то другое с другой бурдировкой? Да, но присадочный фрезер будет. Компания ради копеек для своего положения разрешает всяким ситилинкам и тому подобное сливать свое производство по минимальной цены. Зачем? Отличный вопрос. Дело в том, что у нас сейчас очень широко распространены так называемые демпинговые воины. Многие покупатели, они балуются с ценой для того, чтобы получше, побыстрее продать инструмент. Что это представляет? Ну, интернет, в основном интернет-магазины, потому что с розницей тут попроще как-то. Они выставляют цену ниже, чем у конкурента, соответственно, весь поток через тот же самый Яндекс, он бежит к ним покупать. И если кто-то думает, что в основном эта война касается только продавцов, то он сильно заблуждается, потому что больнее всего демпинг ударяет по производителю. Объясню почему. Дело в том, что в процессе демпинговой войны цена снижается настолько, что маржинальная доходность становится недостаточной, чтобы этим инструментом продолжали торговать. И он начинает просто-напросто исчезать из матриц, его начинают переставать продавать, не будем называть конкретно, что за марка и что за магазин, но я знаю, что год, лет пять назад была ситуация, что один известный магазин, у него была эта марка в продаже, но если менеджер продавал эту модель, этой марки, то он получал штраф в 300 рублей из зарплаты, вот он должен был любыми путями человеку объяснить, что он должен купить другой инструмент, а из матрицы не выводился. Мы по закону мы вообще не можем влиять на рынок, на формирование цены, у нас есть антидемпинговое, это антимонопольное законодательство, у нас есть закон федеральный, значит, но, конечно же, мы стараемся сделать так, чтобы цена соответствовала, а как же установка МРЦ, например? Ну, честно говоря, я тут в юридических терминах не очень силен, я могу сказать только, что диктовать цену розничную мы не имеем права, вот человек купил, ну это в общем вполне естественно, он купил инструмент по одной цене, он хочет продать в два раза дешевле, ну понятно, что эта ситуация гипотетическая чисто, никто так делать не будет, однако иногда, скажем так, асимптотически она к этой приближается, ситуация, срочно нужны деньги там или нужно перегнать из одного канала в другой, ну, короче говоря, балуются, да, бывает, но они же осуществляют основные продажи в интернет-канале, то есть, если у них этого товара не будет, то многие покупатели просто не смогут его купить, то есть, здесь как бы палка о двух концах, вроде бы и надо прижать их, и с другой стороны не продавать им вообще тоже не получается. Почему корпус новых аккумуляторов очень хрупкий, при падении буквально с одного метра разбивается, как стекло, например, RDA 1418RDM. Ну, я могу что сказать, во-первых, далеко не всегда он разбивается, у меня у самого шуруповерт падал с высоты где-то три с половиной метра, пару раз, когда я монтировал на даче снегозадержатели на крыше, падал он на отмостку и было холодно достаточно, где-то примерно плюс два, ноль, вот так вот, градусов, ничего не разбилось. Ну, вообще аккумулятор такая штука, там смотря на куда он упадет. Да, совершенно верно. Можно с полуметра, если он упадет на ребро. Если он упадет на ребро, если там какой-то камушек попался и он плоскостью на этот камушек попал. Вообще, по стандарту безопасности у нас нет стандарта, чтобы электроинструменты и его составные части, как аккумулятор, выдерживали такие нагрузки. Есть стандарт, чтобы после падения с метра на бетонную поверхность он оставался безопасным. То есть, он не убил бы человека. Вот упал он с этого расстояния и у него там 220 вольт наружу не вылезло ниоткуда. Или что-то там кислота из аккумулятора, электролит. Вот. То есть, так я могу сказать, что по прочности на самом деле никакой разницы нет. Корпуса делаются из стеклонаполненного полиамиды по 6GF30. Аккумуляторы делаются, как обычно, из АБС-пластика. То есть, это общая практика инструмента уровня, скажем, Интерскол, Макита, Бош. Вот так вот. Про фрезеры говорили, но тем не менее, будет ли обновление фрезеров? Очень болею за Интерскол. Да, у нас будет, ну, сороковка останется. Вот это вот. Вот она, в общем, себя зарекомендовала довольно хорошо. Плюс у нее такое конструктивное решение, интересная подсветка вокруг шпинделя есть, светодиодная. А будет обязательно дополнен большой фрезер, двухкиловаттный. То есть, он у нас был. Тридцать второй. Ну, тридцать второй, да. Ну, будет, наверное, не тридцать второй, а побольше. Значит, ну, двухкиловаттный, короче говоря. по Цангу 8-12 миллиметров. И, я думаю, что, ну, буквально вот в этом году мы его увидим. Почему у вас такие компактные кейсы, особенно у шуруповертов? Очень мало места, расходку большого размера нельзя положить. Ну, вообще, по кейсам очень противоречивые требования. Кто-то говорит, что компактные, кто-то, что слишком, значит, большие. Точно так же, как по шнурам питания. Но понятно, что длина шнура питания, она тоже вполне определенная, востребована, да. Вот, год назад мне написал один из потребителей, что, ну, нахрена такой длинный шнур? Я так замучился укладывать его в кейс, потому что он длинный, он мешает. большой, если у тебя шнур метров пять-шесть, это классно. Точно так же и кейс. Если сделать кейс большой, то опять скажут, а почему у вас такой огромный кейс, зачем там пустое место, а расходка все равно как-нибудь не влазит. Расходку же можно найти такой, которая не влезет ни в один кейс. Ну, имеется в виду, например, да, вот у шуруповертов маленьких, у них есть специальные, да, отсеки под ту расходку, которая в комплекте идет. Ну, в основном и зачастую половина выбрасывается и, то есть, пользуется тем, что тебе нужно. А это уже туда не влазит. Соответственно, вообще нет места. Вот, наверное, об этом человеке. Ну, да, я думаю, что на самом деле нужно вполне конкретизировать вопросы и сказать, что нужен отсек определенного размера. Да, просто какой-то отсек, чтобы туда можно было положить что-нибудь. С этим я полностью согласен. Возможно, даже на самом деле та базовая расходка, которая там в шурупорту вкладывается, наверно, может быть, нет смысла вообще делать. Ну, мы, в принципе, рассматриваем этот вопрос, тем более, что все-таки сейчас расходку-то купить просто. Это не вот там бог увесь, что там битут для шуруповерта на любом рынке, в любом чуть ли не хозяйственном магазине или набор сверлок. В любом случае я себе приобрету то, что мне нужно. Потому что там, да, я посмотрел там очень много того, что вряд ли. Но это вы, как профессионал, тут важно тут понимать, что... А, понятно, что, например, у меня нет ничего вообще, я купил себе шуруповерт, у меня там, о, классно, сверлышко, биточка, туда-сюда, и, наверное, если я там две дырки полгода делаю, а то и в год, у меня за глаза будет. Но, наверное, все-таки есть смысл... Ну, есть, конечно, я согласен полностью. Будем думать над этим вопросом, как не сильно увеличить размеры кейса, потому что это все равно место, куда это надо складывать, а нужно, ну, чтобы что-то там поместилось. Ну, да, на самом деле мы столкнулись с вопросом, вот с пылесосами, кстати, интересный момент, пылесос с виброчисткой 32-й, а с таймя он в багажник, скажем так, общую... Ну, в багажник Жигулей он не лезет. Его надо набок класть, а набок класть из него начинает высыпаться все. Вот тоже, казалось бы, такая мелочь, ерунда, на самом деле все это дело связано, но я знаю пока что только одну фирму, у которой вот комплексно решен этот вопрос, не буду ее называть, но там цены на инструмент, они настолько не детские, что но это уже другой вопрос. Да. На этом заканчивается наша беседа с Интерсколом. Огромное спасибо за просмотр и вашу активность. Не забывайте поддерживать то, что мы делаем. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну и по традиции в конце видео приятная его часть, а именно подарки. Итоги прошлого розыгрыша двух шуруповертов Интерскол вы найдете по ссылке в описании к видео. И не делая паузы, запускаем новый розыгрыш и еще два шуруповерта Интерскол отправятся двум победителям. Условия все там же в описании к видео. Еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, участвуйте в розыгрышах. Ну а мы будем продолжать вас радовать полезными видео. Меня зовут Антон, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Баба-бабе.